Это сейчас в регионе. С вами Алексей Шемякин. Здравствуйте. Мегапроект на средства гранта. Сегодня в стенах САФО открылась научно-образовательная лаборатория арктического биомониторинга. Это стало возможным благодаря победе в специальном конкурсе правительства России. Наш вуз получил почти 100 миллионов рублей. В лаборатории займется исследованием биологического материала промысловых птиц, рыб и диких животных, которые мигрируют в арктическую зону. Задача – не допустить неконтролируемый перенос токсичных и опасных веществ, защитить здоровье человека и окружающую среду. Оценил лабораторию арктического биомониторинга председатель попечительского софета САФО Алексей Кудрин. Вы знаете, это настолько фундаментальная вещь для сохранения здоровья, на севере особенно, где вот этому не уделялось никогда такого внимания, как сегодня. Вот это, я бы сейчас сказал, прорыв. Специалисты САФО уже разработали четыре новые методики по определению различных загрязняющих веществ в морских водах и прочих объектах. Все исследования попадают в общую базу данных. Экологи в любой точке мира могут видеть распространение того или иного элемента в Арктике. 20 и 21 июня в шести округах Архангельска не будет воды. Это произойдет завтра с шести часов вечера и до восьми утра 21 июня. Отключение коснется Октябрьского, Ломоносовского, Соломбальского, Маймаксанского округов, а также Майско-Горки и округа Воравино-Фактория. Специалисты предприятия «Водоканал» на участке от проспекта Ленинградский до улицы Карпогорской будут подключать водопровод диаметром 500 мм. Сегодня в Архангельске стартует 23-й международный фестиваль уличных театров. К нам уже приехали 11 коллективов из Дании – Франции, Бельгии, Аргентины и России. В 16.30 в торговом центре «Титан-Арена» выступят артисты из Дании. Затем по набережной Северной Двины начнется карнавальное шествие до драмтеатра. В связи с этим набережная будет закрыта для всех видов транспорта с 18 до 19 часов. Ну а полвосьмого вечера состоится торжественное открытие фестиваля. По словам художественного руководителя молодежного театра и президента фестиваля Виктора Панова, такое яркое событие, как правило, встряхивает весь город. Вот что главное в этих фестивалях, что люди и творческие коллективы живут этим. Я не могу говорить про фестивали, у которых вот так вот выстроено все, знаешь, как вот филармонический концерт одно за другое. Здесь как утром начинается, так играются спектакли, потом здесь ночной клуб, обсуждаются все спектакли, проводятся там дискотеки всякие, каждый театр ночью что-то выступает для всех участников фестиваля и мастер-классы. В предстающую среду у нас очередная премьера. Мы постараемся по-новому взглянуть на городское пространство, проблемы и перспективы, которые есть в Архангельске, и запускаем проект «Городская среда». Итак, смотрите в среду, 21 июня, в 7 часов вечера на телеканале ТВ-Центр. Дрова, трава, дороги, тревоги, вывоз мусора, озеленение, а еще культурные и образовательные проекты, спорт, соцсети. Словом, все, чем живет Архангельск, будем обсуждать в новой программе «Городская среда». Первый выпуск уже в эту среду, 21 июня, на канале ТВЦ в 19 часов. Наши гости в прямом эфире Николай Евменов и Наталья Зарубина. Готовьте вопросы. Телефон студии 21 13 85. Десятки российских рок-групп и их самые известные песни. Почти тысяча зрителей. Таким стал рок-фестиваль «Мост-2017» на острове Краснофлотске. В Архангельске он прошел в четвертый раз. Среди зрителей был и мой коллега Михаил Меньшинин. На сцене хедлайнер фестиваля – коллектив «Энимал Джаз». Петербургская группа выступает на мосту уже не первый раз и с архангельским зрителем знакома. Солист Александр Красавицкий признается, раскачать северян не так просто. Поэтому в репертуаре только самые известные хиты. На самом деле все суровые же с виду в Архангельске всегда. Но когда к ним обращаешься по-человечески, он расцветает, но не сразу. Другой лидер масштабного опен-эйр фестиваля – группа «Пилот». Заводили толпу как могли и уверены – смесь рока, гранжа, индастриал металла пришлась по вкусу архангелогородцам. Чем дальше на север, тем более музыка воспринимается тяжелая, и тем больше музыка воспринимается интеллектуально. То есть тем она тяжелее и умнее, как говорится по тексту, и тяжелее по музыке. Чем дальше на юг, тем больше музыка сразу начинает легчать, 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 превращаясь в диско, скай, регги. У вас сохраняются, я бы сказал, такие интеллектуальные и суровые традиции. И это не тезис, а факт. Тысячная армия фанатов прыгают, кричат, подпевают, и все стремятся оказаться у сцены. Раньше продукты было приносить нельзя, допустим, например, да? Теперь можно. Ребенкам здесь можно отдыхать с детьми. То есть это тоже большой плюс. Ну, я рад, что я попал, и было очень круто. То есть я ходил на группу «Эпидемия», которая мне очень нравится. То есть я только ради нее сюда пришел. То есть и многие другие люди еще очень нравятся. Еще бы! Состав музыкального фестиваля действительно звездный. Кроме анимал-джаза и пилота на сцену вышли тараканы, анакондос, эпидемия. А если от громкой музыки кто-то на время уставал, то можно было сходить, поесть или даже сдать нормы ГТО. А еще узнать о новых предложениях Теледва. Крупный сотовый оператор, спонсор музыкального фестиваля. А также растущая и постоянно развивающаяся компания. Сейчас мобильный интернет Теледва на высоких скоростях работает в трех крупнейших городах области. Это Архангельск, Северодвинск и Котлас. 4G доступно на 55% населения региона. Однако мы на этом не останавливаемся. И до конца лета мы запустим высокоскоростной мобильный интернет фактически в каждом районном центре. И услуга будет доступна более 80% населения. В Теледва обещают, дойдут и до 100%. Вместе с компанией дальше будет развиваться и мост. Если организаторы музыкального фестиваля что-то не предусмотрели, то в следующем году все недочеты обязательно учтут. Михаил Меньшенин, Вадим Федосеев, Александр Кузнецов. Архангельское телевидение. Золотую свадьбу сыграли в Архангельске. В ЗАГС влюбленная пара вернулась спустя полвека. О секрете долгой семейной жизни расскажет Вадим Федосеев. Две заветных подписи и вот они снова жених и невеста. Юбилей совместной жизни Анатолий и Любовь Гнатюк решили отметить торжественной церемонией в Архангельском ЗАГСе. Вместе уже 50 лет познакомились в далеком 67-м году. Она работала воспитателем в детском саду, он инженером. Красивую незнакомку Анатолий Гнатюк приметил на танцах. Когда все пошли домой, не растерялся и предложил девушке познакомиться. Она впереди шла, а я шел один. Он меня догнал и познакомились. Догнал, девушка, можно вас проводить. Проводить, пожалуйста. Проводил, вот и завязалась у нас крепкая дружба. А потом она в любовь крепкую. И вот 50 лет прожили вместе. Родилась дочь, сын, потом на свет появились внуки. В семейной жизни было все. И ссоры, и выяснение отношений, но они всегда мирились. Секрет семейного счастья Анатолия и Любови Гнатюк очень простой. Терпение, уступать друг другу во всем. Главное любить друг друга, прощать, ценить, уважать друг друга. А главное терпение, терпеть друг друга надо. Всегда всю жизнь за эти 50 лет пришлось и терпеть, и все делать. Для нас это вообще большой пример для всех, для детей, для внуков, для правнуков. Потому что мы считаем, что у родителей семья просто идеальная. Как нас вырастить, это огромное спасибо за то, что нас вырастили такими. Все время собираются в кругу семьи, все близкие, все родные. Мама с папой просто очень гостеприимные. Анатолий и Любовь Гнатюк уверены, отметят еще и бриллиантовую свадьбу. К слову, традиция чистого серебряных и золотых юбиляров зародилась в России еще в 2000 году. В Архангельске каждый год как минимум одна семейная пара отмечает 50-летие совместной жизни. Вадим Федосеев, Александр Кузнецов, Архангельское телевидение. В Москве на Олимпийском гребном канале в Крылатском завершился чемпионат России по гребле на Байдарках и Кануэ. В регате участвовало 255 спортсменов из 28 регионов страны. В Архангельскую область представляли трое спортсменов Наталья Подольска, Алексей Типков и Илья Ситников. Наша Наташа завоевала сразу три медали. На дистанции 200 метров в паре золото, на Байдарке-одиночке на 200 и 500 метров серебро. Теперь Подольская получила право представлять страну на чемпионате Европы. Что касается мужчин, то на дистанции 5000 метров бронзовым призером стал Илья Ситников. Информационные итоги сегодняшнего дня уже в 19.20 на телеканале ТВ-Центр. Не прощаюсь. Субтитры подогнал «Симон»